Я не писатель и даже не журналист, так начинает рассказ в книге о себе и своей судьбе Мария Яковлевна Кутровская. Сразу нацеливая читателя на простой, но очень душевный стиль изложения. Большая монография – летопись жизни целого поколения, чьё детство опалила война. Оставшись в 10 лет без родителей, выжить Мане, а так её называли в деревне, удалось благодаря сильному характеру и добрым людям, которые не оставили её. Обо всём этом Мария Яковлевна подробно рассказывает в книге «Моя судьба. Воспоминания и размышления». Тираж небольшой, полтора десятка экземпляров. Оттого, наверное, книга ещё более уникальна. Особый её раздел посвящен близким Марии Яковлевны. Мне хотелось, чтобы не только у моей семьи, а везде, в каждой семье сохранялась преемственность поколения. Это очень важно. Каждое поколение, оно приносит свои, какое-то мнение, свои решения, свои дела. Кто-то улучшает семейную жизнь, кто-то ухудшает. Всё, но это очень интересно. Поэтому, когда я прочитала эти документы, которые мне попали в руки, я была очень удовлетворена морально. Я узнала, почему я именно такая сегодня. Презентация редкого издания состоялась в городской библиотеке имени Пушкина. Поздравить автора пришло большое количество гостей, среди которых и первые лица. Каждого Мария Яковлевна называет товарищем и другом. Конечно же, первый экземпляр Мария Яковлевна Кутровская адресует мэру города Александру Рогачуку. Мы познакомились в областном управлении диалоги. Я не жалею, что я познакомилась с вами. Мы дружили, мы работали по-честному, работали хорошо. И вы всегда нам помогали, поддерживали меня. Спасибо вам за поддержку. В подарок именной экземпляр за подписью автора, а в ответ красивые добрые слова от имени градоначальника. Мы утром на планерке решили отложить все совещания и текущие дела. И от имени всей нашей действующей команды выразить стало восхищение вами. Слова глубочайшего уважения, это не дежурные слова. И сказать, что мы вами гордимся. Мы благодарны, я благодарен лично вам за ту помощь, которую вы оказали мне в основании, как глава администрации Московского района. Она могла всегда напрямую сказать, что думает, что делаем не так, как надо сделать лучше. Поэтому я вам просто признаю себе в любом случае это. Ну а то, что ваша сила духа, ваше желание руководить во благо созидания, это просто достойно. И сейчас где-то в городе я копирую ваш стиль, Мария Яковлевна. Спасибо. Все те, с кем она трудилась в разные годы, кто повлиял на нее как личность, стали участниками мероприятия. Гостей в зале оказалось очень много. Каждому автор смогла уделить минуту внимания. А в ответ слышала поздравления и пожелания долгих лет и новых дел на благо города Бреста. Вы были таким учителем по жизни, как нужно было работать с людьми, как работать с коллективом. За это я очень благодарен. Но самое важное, мне кажется, в вашей жизни, что вы сделали, что благодаря вам действительно никто не забыт и что не забыто. Потому что у каждого человека приходит такой возраст, когда у вас живут, и на пенсию надо идти, и все такое. Вот благодаря той системе и тем усилиям, которые мы прикладывали, у нас действительно, вот еще раз повторюсь, никто не забыт, не был. И эти люди нашли свое применение. Благодаря этому принесли еще очень много опцию, как и самому себе, так и нашему городу. В своей книге, как и в жизни Марии Яковлевны Кутровской, являет пример человека, любящего жизнь, знающего, чего хочет. Такое напутствие она дает и гостям праздника, и читателям ее авторских воспоминаний и размышлений. Каждый человек здравомыслящий, прочитавший эту книгу, он поймет, что в жизни зависит от нас самих. От нас самих. Я так и пишу. Особенно в обращении к молодому поколению. Каждый человек строит свою судьбу сам. Я ее построила тоже сама. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букуной, Чантон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!